Приветище! Мы продолжаем прохождение Зельды, Слезы Королевства. И в прошлой серии мы все-таки нашли Зельду, но не совсем. В общем, мы продолжаем ее поиски. И для этого нам необходимо спуститься в Королевство Хайру. Ну что, наберемся к храбрости и прыгнем? Я думаю, уже пора. Пора покинуть эти летающие острова. Что ж, погнали! Ю-ху! Офигеть! Сколько нам лететь? А вон там что такое красное я могу посмотреть, что это там такое? И там, по-моему, сразу светилище. Вон, смотри. Давай сразу к светилищу тогда и летим. А, нет, к светилищу нам не надо. Там же воды нету. Нам приземлиться нужно в какое-нибудь озеро желательно. Например, то, что под нами. О, а погодка-то тут не очень, слушай. Тут дождь, кажется, идет. Давай-ка ускоримся. Вернулся на летающие острова для того, чтобы проверить одну теорию моих подписчиков. Мол, если я прикреплю параплан к своему щиту, я смогу парить. То есть, да, он прикрепился. Но как я буду летать, я не знаю. Вот щит достается, но как ты на нем будешь парить? Без понятия. Что я могу делать с таким парапланом у себя на щите? Ну, как бы серфить без проблем. И то как-то это не очень выходит. Короче, по большому счету, от параплана на моем щите толку вообще никакого. Даже если я сделаю вот так вот. Ну вот, видишь, мы как бы вообще не летим. Если же я сделаю вот так вот, мы, ну, не летим. Могу еще вот так вот сделать. Королевство Хайру. Ну вот мы снова и здесь. Вернулись в наши старые добрые поля. Смотри, кого я там заметил. Вон там уж торчат. Наш волшебный зайчик. Ой, ой, ой. Свиня пробежала. И кажется, она хочет в меня кинуть что-то. Что ж, свинина. А, у нее, кстати, рог. Ничего себе, я даже не замечал, что у тебя рога есть. А можно его оторвать? Иди сюда. Нет, оторвать его не получится. Тогда по-стариночке. В рука Пашечку. И нет свинины. Рог Бокоблина. Плюс четыре к чаромонтажу. Надо будет зачаровать этот рог потом. Что ж, попробую сейчас взять наш лук. Хотел глаз прицепить, но глаза у меня нет. Возьмем ледяного чучу-жижу. Чтоб заледенел наш зайчик. Получилось? Блин, он убежал. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну ничего, ничего. Я же хитрый. Я сохранился перед тем, как его атаковать. В этот раз я попробую вот эти стрелы. Крыло прицеплю, чтобы стрела летела очень далеко. И в голову. Попал, но не добил. И лук сломался. Может, я к нему попробую подкрасть? Как думаешь, получится у меня это или нет? Или, может, я на него камень скину? Ну, как насчет этого? Опа! О! Выбил, 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 выбил с него рупий. И когда-то у меня этих рупий были полные карманы. О! Меч! Пожалуй, я его возьму. И давай-ка мы на него, знаешь чё, прицепим вот этот вот рог. Посмотрим, что за пушка у нас выйдет. Ох ты, нифига себе! Какой мощный меч получился! Девять дамага! Хочу тебе показать одну фишку, которую узнал. Со своими способностями. Смотри, вот лежит камень. Я беру его при помощи комбикинеза. Поднимаю вверх. И тащу вот сюда. Кладу его здесь. Давай, падай. Вот. Всё, всё отменяем. Стою на него. Теперь реверс делаем. И этот камень, по моему комбикинезу, начинает летать. При помощи реверса. Прикинь, какая классная штука. А ещё, а ещё, я сейчас тебе ещё другое покажу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Походу, кровавая луна. Кровавая луна у нас тут начинается. Посмотрим, какая она здесь. Луна. Кровавая луна. Когда её снег падает на землю, души монстров возвращаются в свои темы. Совсем как во время древней войны. Они хотят захватить все земли. Что-то как-то Зельда это говорила с улыбкой на лице. Словно она одержима была. Ладно, возвращаемся к нашему камню. Я беру его, поднимаю на самый-самый верх. Пускай он там немножечко повисит. Всё, отпускаем. Дальше. Опять реверс. Он сейчас поднимется наверх. Давай, поднимайся. Вот он наверху. И я такой, хопа, и портал юзаю. Ну, прикольно же. При помощи двух вот этих вот фишек я могу подниматься на определённую высоту. И это круто. Это называется комбинация своих умений. А ещё я вот тут отметил себе одну штучку. И хочу посмотреть, что здесь за стройка такая. Может, здесь материалы можно свистнуть. Ну-ка. О! Колёса есть. Стой, подожди. То есть я здесь могу себе сделать какую-нибудь тачку? Давай почитаем табличку, что тут написано. Склад материалов общего пользования. Берите всё, что нужно. Мечтаете об идеальном доме? Обратитесь в топор до строй. Да я бы здесь, может быть, колесницу бы замутил. Давай попробуем это сделать. Ставим сюда. Берём колесо. Крепим вот так. Другое колесо с другой стороны. И то же самое повторяем сзади. Ну вот, тачка готова почти. Ну-ка, толкнём её. Что-то она не едет, да? Мне кажется так, что она не едет. Ну, вроде как толкается. Ладно, есть у меня одна мыслишка. Делаем здесь типа седуху. Берём пропеллер. Ставим его на эту седуху. Типа вот так вот. И сейчас посмотрим, что у нас получится. Поедем мы или не поедем? Погнали! Юху! Тачка рулит, тачка едет. Мештячок. Единственное, я поворачивать не умею. Ну, как бы ладно. Тут горочка, можно батареечку сэкономить. Поехали с горочки. Так себе это всё едет. Ну, едет всё-таки. Интересно, как это всё дело в горку заедет? Вентилятор там мощный, могёт. Ладно, всё, хорош. Я, короче, тут пока занимался строительством, просрал кровавую луну. Ой, свин меня запалил. Слушай, а там, кстати, бочка есть. Ммм, как бы к ней подкрасться так незаметно. Давай-ка попробуем заморозить вот этого. Э, не успел. Не успел я заморозить свина. Так, они там берут оружие, надо разжечь бочки, чтобы оно бомбануло. Где у меня поджигательная смесь? Эх! Чё, давай, поединок. Быстро с ним разобрались. О, кстати, мне щит нужен. Бока щит подойдёт. Отбили атаку. Ну вот и всё. Осталось только добить вон ту леденяшечку нашу. Готово. Быстренько мы с ними. Я тут, знаешь, что подумал. Зачаровать щит ещё одним щитом. И у нас получился двойной щит. Так, а если мы попробуем палку к нашему щиту прилепить? О, то есть мы щитом ещё и драться можем? У нас урон появился у щита. Хотя здесь ничего про это не написано. Слушай, я тут меч раздобыл ржавый. И думаю прикрепить к нему рок-капитана. И должен получиться у меня очень крутой, мощный меч. Десять урона. Смотри теперь, какой меч. Не ржавый, а рогастый. Куча листвы. Подозрительно, чего её тут так много. Давай сожжём. Блин, вместе с листвой щит свой крутой сжёг. Хм, камень. Давай поднимем. Ха, как ты спрятался-то, а? Ой, прости. Короку на башку камень уронил. Но он выжил. Ребята, вы ещё не знаете, но я иду к вам. Вот прям к вам. Потому что у вас там есть одно оружие. И ещё и ящик с припасами. Поэтому ждите в гости. Ой, щита-то нет. Щит-то у меня сгорел. Ты представляешь, у меня щита нет. Сейчас, подожди. Возьму вот этот, двойной. Посмотрим, как он... Оу. Надо бы подлечиться. Я готов? Да что ж ты будешь делать? Ты же странный лучник. Я иду за тобой. Ты даже не успеешь. Маркнуть глазом, как я окажусь перед тобой. Вот и всё. Значит, пику мы забираем. А чё в ящике? Опал. Кстати, помнишь, я как-то в первой части смог оседлать оленя? Интересно, получится у меня в этот раз? Правда, тогда я был намного шустрее и выносливости больше было. Но здесь меня может спасти дерево. Я оседлал его. Тихо, 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 тихо. Но выносливости у меня не хватило, чтобы его успокоить. К сожалению. А это что у нас за летучая тварина такая летает? Кто это вообще? Инопланетное какое-то существо. Жаба с крыльями, ёлки. Смотри, кого я здесь встретил. Мои железные друзья. Которые охраняют ящик с припасами. Сейчас мы им покажем. Давай, давай, давай. Готов? Второй врубил сигналку. Минус. О, а что это за лазер у тебя такой? Эй, красавчик. Вот это капитан. Сейчас я к нему подбегу. Блин, сломался меч. Меч сломался. У-у-у, получилось. Так, а что это у тебя такое? Ну, ящик-то понятно. А это что? Лазера палится. Ого. А если крутануться? Ну, ничего, мощная такая штука. Протестируем. А сейчас посмотрим, что в ящике. Наконец-то я дошел до этого светилища, которое видел в воздухе. Сейчас мы в него зайдем, но сперва корок. Он решил с нами поиграть в прятки. Ух ты, смотри. Та птица несет какой-то ящик куда-то. Так, я ее подстрелю. Минутку, 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 минутку. Ах, далеко уже пошла. Попаду, не попаду? Прикинь, попал. А это кто там сидит? Это же кто-то сидит здесь? Девочка какая-то. Волшебный пейзаж. Столько всего, блин. Я отвлекся. И куда ящик-то... А, ящик, наверное, течением унесло. Слушай. Да? Он в воду упал. Пойдем теперь к этой подойдем, барышни. Что такое? Сава-сава. Какой ты симпатичный, Вой. Мы встретились с тобой в такой романтической обстановке. Может быть, это судьба? Ой, извини, это просто мысли вслух. Я вижу, что ты пришел сюда совсем не в поисках своей любви. А жаль. А я все-таки надеюсь встретить тут свою судьбу. Очень уж здесь обстановка романтическая. Кстати, про эти вишневые деревья ходят странные слухи. Говорят, что возле них можно увидеть загадочное существо по имени Сатори. У меня оно никогда не встречалось. Очень интересно, как оно выглядит. Я слышала, что Сатори любит фрукты. Так что в следующий раз надо будет захватить их с собой. Сатори, что это? Это не тот ли большой светящийся оленя? Как ты думаешь? Вот есть морковка. Жив морковь. У меня тут есть пять яблок. Давай мы возьмем четыре яблока и вот эту морковку кинем ему. Посмотрим. Прокатит? Нет? Опаньки. Где это? Реальный-то он. Светящийся. И он мне показал тайники какие-то. Этих тайников в вагон просто. По карте разбросано. Ну, спасибо тебе. И он убежал. Блин, ну... О, кони есть. То есть... Не, ну давай сюда в следующий раз вернемся, а? Я все это заберу. Ну, за коней спасибо. Спасибо большое. Типа намек на то, что беги по этим точкам. Как-нибудь в другой раз. Хорошо. Тем более я еще и коней испугал. Их же нужно еще приручить. Ну что, давай заберем вот этот вот цветочек наконец-таки. Попался? Наконец-то! Наконец-то я вернулся к тебе. Азы боя. Метание предметов. Да как бы... Я вроде как умею это делать. Ой, какой ты страшный. В этом святилище очищается в заточении древнее зло. Следую нашим указаниям. Прицелься как следует, прежде чем метнуть объект. Другие приемы не возымеют здесь эффекта. Приготовься. Метнуть предмет. Удерживайте и готовьтесь метнуть. Окей. Так, походу, что-то какие-то новые приемчики появились, да, значит? Ай-ай-ай-ай, а у меня здоровье-то не к черту, подожди. Попробуем, значит. Я беру фрукт. И теперь хочу метнуть его. Нет, это не то. Это не то, что я хочу. Ладно, давай знаешь, что сделаем? Я пробую метнуть. Беру фрукт. Во! Получилось. Ну-ка. Превосходно! Прежде чем метнуть объект, прими во внимание, куда движется противник. То есть предметы реально метать можно. Это круто. Но можно случайно и меч метнуть, когда готовишься к этому. Давай, куда ты пойдешь? Мимо. Попал. Все, он развалился. Ты освоил эту технику боя. Доступ к внутреннему залу открыт. Что ж, спасибки. Но я хочу наверх еще залезть, там предметы забрать, там и все остальное. Там рок очень ценный. Прям капец как ценный. О. Что это такое? Зонаровый меч. Ммм, спасибо. Но взять я его не могу. Надо чем-то пожертвовать, что-нибудь выкинуть. Что если я зонаровый меч с алебардой объединю, а? О, вот это другое дело. Ну все, на выход. Бомбоцвет пригодится. Все, что у меня есть в инвентаре, я могу кидать без лука. Это здорово. Там, кажется, звезда упала. Надо бы туда сгонять. Блин. Придется лошадь все-таки оседлать. Попытаться, по крайней мере, это сделать. Слушай, может быть, ее в лед заковать, а потом это? Давай мы ее фруктовым льдом сейчас сбахнем. Лошадка, подожди. Вот, мы ее во фруктовый лед. Так проще будет ее поймать. Хотя, наверное... Ха, зря я это сделал. С лошадью все, окей. Прости меня, ледышка. А, все, она расковалась. Ну погнали тогда к звезде, елки-палки. А, все, она расковалась. А, все, она расковалась. тут кстати недалеко и лошадь непослушная еще не хочет скакать надо будет яблоками покормить вон кстати свечение той лошади совы которая нам показала путь куда-то мы сейчас туда тоже заскочим звездочка моя я прибежал к тебе опаньки да блин не на лошадь спрыгни с нее осколок звезды горят его можно использовать как источник света а сейчас за него можно выручить приличную сумму вот оно это место я думаю что надо сейчас прыгнуть и посмотреть что там у нас какая-то пещера слушай какая-то пещера а тут еще мокрая щас могу соскользнуть и переломать все к чертям так ладно пещера хорошо давай сходим в нее посмотрим что же здесь стойте 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 мышки мне нужны ваши глаза пещера косогора рауру косогора рауру скорее всего здесь это большая жирная пимпа ой ну не тебя я хотел здесь увидеть уж точно давай-ка мы попробуем новый метод покидаем в нее огонек получай а не получилось блин ну почти же а все 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 она сдохла ой клеймор упал кстати новенький почти балдежно походный клеймор сейчас заберем я если честно уже не знаю чуваки а подожди ёлки-палки у меня на алибарде сломалась оружие давай мы тогда на алибарду прикрепим этот походный меч чё чё делать-то теперь вот такая пика получилась шикарная хочу в сундуке боевой лук плюс 14 надо вот это выкинуть тогда это выкидываем это берем ой какая-то джижа она блин она как трясина засасывает слушай надо бежать 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 утонул давай мы наверно пасти на очки Просто вот так вот Тут, кстати, можно что-то сломать Давай это и сделаем Почему нет? Ага, попалась Жабка Давай на ней лазер протестируем Готово Попал, не попал, исчез этот заяц Ну и ладно Этот лазер, хочу тебе сказать, очень Сильно батарейки садит Бежим дальше Ух ты, ёлки-паки, вы кто такие? Что за тварины? Вот здесь-то мне, наверное, пригодится пика Что это за нечусти такие? Вот там ещё синенький прибежал Вы кто такие? Клеймор сломался Оружие мне нужно, новое, лазер Ох ты ж Давай-давай-давай Вставай, линк Готов один? Что, подойдёте поближе? Я могу вас из лука поснимать Чтобы вы не висели там О, лазер сломался Больно бьёшь, дружище? Очень больно Давай-ка я его подожгу Посмотрим, как он с огнём Ну всё уже, давай, падай, падай, падай Какой живучий Наконец-то Смотри, какой кусок мяса там лежит Так, что мы подбираем? Рог хороблина Плюс пять к чармонтажу Приличное урона даст Ноготь хороблина Плюс четыре к чармонтажу Короче, что я хочу сказать Берём, значит, этот посох Боевое копьё И сейчас его зачаруем Ещё палку можно взять О, рог синего хороблина Одиннадцать к урону Слушай, а давай мы вот эту вот палку Зачаруем с другой палкой И она же мега длинная будет, ёлки Вот это да Вот это у меня дубина До сундука так просто не добраться с мяском Будем сейчас башню строить Ну давай, ещё повыше-то вскарабкай себе Ну чё ты, Линк? Чё это за ерунда вообще? Короче, чё-то он не хочет туда лезть Я предлагаю просто это сжечь нафиг И всё это должно упасть А, она невозгораемая Метод, который тебе показывал Мы просто поднимаем этот ящик И опускаем его сюда Залазим на него И врубаем реверс Давай, поехали Подними меня скорее наверх Вот и всё Мясо Какое шикарное филе мяса Чё тут ещё у нас есть? Какие-то семечки Подсветиновик Если вы съедите его в составе блюда То тоже начнёте светиться Ты посмотри, кто там Ай-яй-яй Блин, как бы их так аккуратненько забрать-то? Это феи, которые воскрешают Если я сдохну, они могут меня воскресить И это классно Парочку я бы собрал Если бы у меня получилось Ну, конечно же, получилось Всё, спугнул Всё, спугнул Нет, ещё есть две Ещё две летают Сейчас попробую к ним подкрасться Аккуратненько Мне вот интересно С лукой их можно шлёпнуть? Есть одна? Отлично И вторая Ох, шикарно Пещера зачищена Можно отсюда валить Чтоб не выбираться Долгая мучительность Эта пещера Я сейчас сделаю вот так вот Доброе утро А на улице реально утро уже Обед 14.25 Нифига себе Долго в пещере шастал Ого Ты видал? С неба камень упал Так, а если он с неба упал То можно врубить реверс И на нём подняться Давай попробуем Ну-ка Я такое в тизере игры Видел Как он так же поднимался на камни Центр Хайрунский архипелаг Только наверху Я чё-то не вижу ничего Куда мы поднимаемся-то, собственно Так Эээ, мы уже падаем А наверху ничего не оказалось Вон, видишь, островки есть Я думал, мы к такому островку прилетим Типа с него камень отвалился Но нет Фух Ну хоть приземление мягкое оказалось Ну чё, пойдём тогда в деревню Нам именно в неё и нужно По заданию В Зельду же искать надо всё-таки А то я всё брожу, хожу Г-г-г-господин Линк? Неужто это вы, господин Линк? Где вы так долго пропадали? Когда вы с принцессой Зельдой пошли выяснять, что произошло Тогда-то это с замком и приключилось Все так разволновались Госпожа Пура ночами не спала, пытаясь вас найти Госпожа Пура вон в том здании С телескопом Кто бы сомневался Поспешите к ней и скажите, что с вами всё в порядке Ладно, я иду к ней Дозорный форт Хайрульская равнина Сейчас хоть со своей старой подругой повидаюсь Чё у вас здесь? Какие-то штуки приблуды есть О, здорово! Давно не виделись, Робби Добрый вечер, замечательный вечер, согласитесь Это ты, это ты! Где тебя монстры носили? Робби, разработчик Пураншета Не отвечай Мы с тобой можем и потом пообщаться Тебе нужно бежать к Пуре Пура в ужасном настроении И с тех самых пор, как вы двое пропали Она должна быть на втором этаже Иди поговорить с ней Надеюсь, это её успокоит Ладно, ладно, бегу я, бегу Так, на второй этаж Чего? Духаты? Духаты? В смысле? Поклониться можно? Духаты? Или духаты? Фиг поймёшь Открывай двери, давай Стой, это я вышел Это я вышел не туда Я так полагаю, что на второй этаж При помощи телепорта проще будет попасть Да? Погнали Пура? А вот ты Пура, кажется, в окно Хм Приветики, а ты уже не такая маленькая, слушай Ой, как? А, это Джоша, блин Это не Пура Бл-бл-блондин С голубыми глазами Профессор Пура Мечник, мечник вернулся Что? Ты где был? Мне же не мерещится Твоя рука Давай, рассказывай И в подробностях, Линк Пура, начальница дозорного форта Ну слушай, она подросла Подросла Вы с Зельдой отправились в замок Хайрул, чтобы всё выяснить И где-то в его глубинах вы нашли мумию Которая ожила на ваших глазах Зельда упала в ущелье и исчезла Тогда замок и поднялся с земли, а с неба посыпались руины Ты очнулся на небесном острове Похоже, от тебя защитила странная рука, торчавшая в мумии Потом некое создание отдало тебе Пураншет А рука, которая теперь у тебя, принадлежала какому-то рауру Высший меч пропал А сюда тебя привёл голос принцессы Зельды Ты... Ты правда оттуда сверху свалился? А ещё Рауру Насколько мне известно, так звали первого короля Хайрула Мне всё равно не совсем понятно, что же произошло Но в любом случае, эта мумия, которую ты видел глубоко под землёй, как-то связана с катаклизмом Падающие с неба руины Замок Это всё тоже могло произойти из-за мумии Ага Ну самое интересное для меня, это голос принцессы Говоришь, она сказала, найди меня Если это так, значит принцесса жива Видимо, так она звала нас на помощь Вполне вероятно, что она сейчас где-то под замком Хайрул Извини, Линк Ты только вернулся, но можно попросить тебя сходить к поисковой группе Что ищет вас двоих под парящим замком Хайрул? Группой руководит Хос Помоги ему как можно скорее найти принцессу Да Я знаю, что эта мумия, причинившая тебе столько вреда, всё ещё может быть поблизости Но пока у нас есть куда больший повод для беспокойства Я на тебя рассчитываю, Линк О, у нас тут даже досье на каждого персонажа появилось В общем, кому будет интересно поставить на паузу, прочитает Этой даме больше ста лет, хочу сказать А мы идём дальше Королевство Хайрул Выполнено Аномалия замка Хайрул Ну чё, мне теперь нужно идти к поисковой бригаде И помочь найти Зельду, я так полагаю, да? Но это уже будет в следующей серии А с тебя лайк под видео Подписочка, если ты ещё не подписан И комментик И увидимся с тобой в следующем ролике Так что до встречи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok